Доброе утро, мои любимые, мои хорошие, с вами Оля, и вы на моем канале, сегодня 2 апреля, пятница, правильно я сказала? Смотрите, даже без календарика вспомнила. У нас небольшое похолодание пришло, обещали мокрый снег в Минске, вроде бы его не было, но за Минском он был, потому что я вчера посмотрела сторис у своих друзей, знакомых, кто был за городом, действительно, все дороги были заметены снегом. На улице сейчас плюс 1, и вроде бы так, не очень будет тепло сегодня, ветер холодный. Поэтому, несмотря на все мои весенние обновки, я опять в своем комфортном, сером, теплом, уютном свитере, хотя я его уже постирала, положила уже в отдел с зимними вещами, нет, сегодня достала. Сегодня у меня много такой грязной работы, почистить цветы, поэтому не рискнула одеваться во что-то совсем светлое. Я приехала в 8 утра за час до начала рабочего дня и за час до маникюра, у меня на 9 часов записан маникюр, потому что, вы знаете, вчера вечером поздно уже привезли цветы, конечно же, Мариночка их уже не чистила, она просто поставила их на водичку, а я хочу вот за этот час времени, который у меня есть, ну, хотя бы начать что-то делать, хотя бы поставить розочку, чтобы, когда я вернулась уже с маникюра, моим клиентам, которые будут приходить, я могла бы уже сразу что-то продавать, потому что экзотику я там быстро почищу, там не столько времени на нее идет, сколько на розу. Ну все, рассказала о своих планах. Все, теперь можете не смотреть видео. Нет, смотрите, я же вам еще не показала, что ко мне приехало и какой маникюр я сделала. Давайте будем делать ставки. Вдруг что-нибудь наконец-то изменится и я вернусь с какими-нибудь черными ногтями. Как вы думаете? Так, у меня ровно 9, мне надо бежать на маникюр. Я отчитываюсь, в общем, за час времени. Я успела почистить всю розу, кустовую, альстромирию и остому, так что здесь сиреня, замтамнус, астранция. В общем, мне осталось разобрать тюльпанчики, хризантему, гвоздику и вот здесь эту статисту с лимониумом. Все, я с большего, самое основное, все почистила. Я приду и могу сразу начинать работать, так что супер. Я прям сама от себя этого не ожидала, поэтому давайте, коронная, кто молодец? Я молодец. Так, и пока у меня есть еще минутка быстренько свободная, потому что чуть-чуть вроде бы спешат там часы, а может и не спешат. Ну, в любом случае, давайте быстренько оторвем календарик и на все нужно время. 2 апреля, пятница, ну так и есть. На все нужно время, да. И поэтому время надо ценить. Особенно свое время надо ценить. Очень многие люди свое время не ценят. Абсолютно. Они к нему очень потребительски относятся. А так нельзя. Цените свое время, уважайте себя. И у вас тогда все будет получаться своевременно и вовремя. В общем, я довольна. Видите, как я сегодня усердно уже поработала в первый час, ну почти рабочего времени. У меня штука сейчас, оно должно начинаться. Но я сейчас закрою магазинчик, там девочка очень быстро делает маникюр, поэтому ничего страшного, если магазин пока будет закрыт. А потом прибегу, расценю товар, напишу цены и уже дочищу все, что у меня. Я уже с аккуратненьким маникюром. Слушайте, пока делала маникюр, поставила здесь выгружаться видео за вчерашний день. И прихожу, а пока только 50% выгрузилось, то есть половина. О чем это говорит? Либо о том, что мне очень быстро сделали маникюр, либо о том, что у меня такие медленные здесь по утрам интернет. Что-то мне не нравится, как он в последнее время работает. Но вообще да, мне очень быстро все сделали, меньше чем за час. И я так сидела, что у меня был виден вход в мой магазин, поэтому я так наблюдала, чтобы никто не ломился. Никого не было, так что никто и не заметил, что я занималась собой, а точнее своими ручками. Все, сейчас надеваю перчатки и продолжаю все чистить. Ну и потом буду уже сидеть, ждать людей, покупателей. И уже сейчас мне, конечно же, намного легче будет предложить цветочки на выбор, потому что выбор. А там, в общем, у меня полвторого. И я только присела, потому что дочищала цветочки. И в момент, когда я стала дочищать, сначала пришла моя подружка. Мы с ней посидели, поболтали. И, ну, я там чистила и разговаривала с ней. Потом она ушла, зашел мой постоянный клинин. Да, классный букет, и берет я очень, ну, люблю, когда он приходит. А он как раз пришел, и вот все свеженькое. Говорит, ой, как мне повезло. Я говорю, да, на самое свеженькое пришли. В общем, выбрали с ним цветочки для букета. Он говорит, ну, пойду там, схожу еще, зайду в парикмахерскую, в салон красоты. Круассаны, и потом приду к вам за букетом. Ну, я думаю, у меня времени, о, выше крыши, спокойно сделать букет. И вам еще показать. И только я об этом подумала, как зашла большая очередь мужчин. Но, к сожалению, все они по грустному поводу. А я еще не дочистила красную гвоздику, а им она нужна была. В общем, я одновременно и чистила, и они все по отдельности брали. Там кто-то 4, кто-то 8 штук, кто-то 6 штук. В общем, каждому отдельно посчитай, почисти, распуши. И пока я их всех обслужила, уже вернулся. И мой постоянный клиент говорит, букет готов. Я говорю, вот только цветы положила на стол, еще не собирала. Ну, он пошел пить кофе, я быстренько собрала букет, и он убежал. Поэтому вам не снимала. А я сама после этого еще заканчивала зачищать. На данный момент у меня из красной гвоздики одна штука только осталась из того, что мы привезли. Но зато полностью почищенный ассортимент в холодильнике. Позвонила поставщику, должны сейчас подвезти. Давайте покажу вам, что приехало. У меня же там вообще пусто вчера было. А сейчас уже есть. Как обычно, давайте зайдем в мой шумный холодильник. Он когда работает, так шумит. И все расскажу. Значит, что у нас приехало? Лимониум статица. Это остатки прошлого сезона. Прошлого привоза гвоздичка. И бруни остатки прошлого. Свеженькая сирень. Кстати, очень хорошего качества приехала. Свеженькая вот такая крашеная гвоздика. Да, вы знаете, я ненавижу крашеные цветы. Но это, конкретно это крашеная гвоздика, мне очень нравится. Плюс у нее стойкость хорошая. Элстома розовая, белая. Тоже свеженькая, только приехала. Азантамнос тоже свеженький, только приехала. Вот такая гвоздичка. Я бы ее назвала цвет фуксия, наверное. Тоже свеженькая. Астранция темная. Тоже сейчас приехала. Бордовая гвоздика тоже сейчас приехала. Альстромерия тоже сейчас приехала. Ну, в принципе, все, что я показываю, практически это вот свежий привоз. Альба, Тиффани, Эсперанца Готча. Еще Эсперанца Кустовая. Тот букетики, который Мариночка делала. И хризантема. Еще ваза была, красные гвоздики. Ее все забрали. А, и еще здесь писташевкалипт. Вот, вот такой у меня привоз. Особенно меня, конечно, радует букетная гвоздичка. Сирень. Что, я пока еще не снимаю передник, потому что жду. Мне довезут гвоздику. Позвонила поставщику, говорю, слушайте, вы мне можете привезти еще гвоздички? Вот. Ну, у них там определенная сумма должна быть заказана, то, чтобы доставка к вам была. А я понимаю, что две пачки гвоздики, это, ну, не та сумма. Ну, они мне сказали, хорошо. У нас как раз машина едет в город, будет мимо тебя ехать, подкинут. Ну, как хорошо, когда у тебя отличные отношения с твоим поставщиком. Вот. Всегда старайтесь найти поставщика, с которым вам будет комфортно работать. Ну, и ему, конечно же, должно быть с вами комфортно работать. То есть вы его тоже не подводите. Вот. Но и в ответ, когда они тоже вас не подводят, а только вам помогают, это замечательно. Я обожаю своего поставщика. Я не раз вам говорила, я работаю с Флорис Грант. Несмотря на то, что поставщиков у нас огромнейшее количество уже. И я практически с каждым попробовала поработать. Но вот именно то, как себя ведут ребята с Флорис Грант, насколько они молодцы, насколько они грамотно ведут именно бизнес. Потому что очень многие наши поставщики занимаются обычной торговлей. Вот. Обычная торговля меня не устраивает. Я привыкла к взаимовыгодным бизнес-отношениям. Вот с Флорис Грант все именно так. Поэтому обращайтесь к кому надо. Вот. И что сейчас? Сейчас я наконец-то сяду, выпью чай, чуть-чуть выдохну. Потому что у меня такой хаос какой-то с 8 утра. Ну все, сейчас можно чуть-чуть выдохнуть. И я вот подумаю, 2 часа, может, заказать что-нибудь на обед. Я ничего с собой не взяла. Тут, конечно, есть там сушки, печеньки, что там еще, конфетки. Но это все сладкое. Надо нормально покушать. В общем, подумаю. Так, у меня уже пол-восьмого, через полчаса буду закрывать магазин. На улице пока еще светло, что удивительно. Обычно в это время уже темень за окном. Но нет, еще светло. В холодильнике все так же радуют меня цветочки. Особенно сирень. Вы знаете, я тут подумала, представляете, как было бы красиво взять просто вот в эту бумажку, которая трендовая, да, где написано Биен Тренд и такая упаковочка с а-ля вырезками журнала. И просто замотать вот-вот все, что у меня здесь стоит в вазе сирень. Вот всю ее. Будет очень, по-моему, красиво. Так, а вообще я вторую половину дня, как всегда, рисую и отвлекаюсь. Чуть-чуть, чуть-чуть себя, так, знаете, привожу в порядок свою энергию, а то я такая сильно эмоциональная. Особенно первая половина дня у меня выдалась, столько всего делала. Вот. А сейчас, видите, рисую. Ну, красиво, правда? Очень мне нравится, как получается. Да, конечно, тяжело. Сегодня почти весь вечер вот-вот-вот только вот эту часть я прорисовывала. Но ничего-ничего. Тут уже чуть-чуть осталось, и можно переходить дальше туда. где море. Друзья, мои хорошие, я уже дома. Меня сейчас Яночка будет кормить вкуснейшим ужином. Я одновременно, не видно, там покормила Фандору. Она кушает свою еду. У нас с Яночкой сейчас будет вечерняя трапеза. Очень мне нравится, знаете, вот так вот по вечерам с ней встречаться, общаться, как у кого день прошел. Вот, сейчас мы с ней поболтаем. Спасибо, дорогая. Спасибо. Все, и можно будет отдыхать. Давайте я покушаю. И потом... Ну и что ты сюда прилезла? Что ты еще бьешь по камере лапой? А? Ты что прилезла сюда? Тебе кто разрешил? Ползает где хочет. Дорогие, у меня тут уже мурчит на коленях и засыпает Пандора. Говорит о том, что пора бы тебе уже, хозяюшка, спать идти. Потому что у нас одиннадцать. Я тут сидела, смотрела сериальчик. Вот, Янка уже легла, так что и я услышать и побегу. Благодарю каждого, кто смотрит. Благодарю всех, кто ставит лайки, кто пишет комментарии, кто подписывается на мой канал. Вы знаете, что я очень вас люблю и стараюсь все-таки почаще снимать именно для вас, так как вы ждете. Все, завтра рабочий день, завтра опять будем встречаться. Видео смонтирую тоже уже на работе. И до новых встреч, с вами была Оля. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok